Нам все чаще начали звонить прямо перед самым эфиром и говорить, вы решите вот это, измените вот это. Или не выходит. Или эпизод не будет выходить. Тогда начнем с того, что мы все свободны делать в том числе все те гадости, которые делаются в нашей стране. Это как бы никто никого не заставляет. Как бы запугать может быдло во дворе. Как бы много ума не надо. Вся власть и все деньги у них, и они их отпускать не собираются до самой смерти и готовы унести с собой планету. Братья Даниил и Давид Либерманы, серийные предприниматели и инвесторы. Были сооснователями проекта Канобу, работали в Snapchat и создали программу «Мульт личности» на Первом канале. Мой первый вопрос про «Мульт личности», провокационное сатирическое шоу, про знаменитости, для которых вы, собственно, делали анимацию. Почему оно закрылось в 2011 году? Оно закрылось не в 2011 году, оно закрылось как раз позже. Оно закрылось в конце 2012 года, я бы сказал. Был период времени, всем нам известный, когда Медведев был президентом. Неважно, где расставлять кавычки. Перед Медведев или был, или президент. Безусловно, тогда была политика попробовать быть более либеральными. И не только «Мульт личности» на телеке был... Параллельно с нами в Останкино периодически заходила германика с большими скандалами чаще всего. Ее никто не верил, что ее реально можно впускать в здание. И периодически мы проходили, мы говорим, да-да-да, ее пропустите. Она, кажется, тоже. Вот. То есть разные вещи тогда позволяли. Вот они и проверяли, прощупывали, насколько они могут себе позволить быть немножко более либеральными. И мы в этом взаимодействии тоже постоянно проверяли, насколько можно, что можно еще делать на первом канале. А потом явно же тогда произошло, что они явно решили, что нет. И явно изменили всю картинку происходящего. И, конечно, тогда же «Мульт личности» не стало. Я думаю, что все-таки какой-то период времени было то, что нам все чаще начали звонить прямо перед самым эфиром. Мы говорили, вы решите вот это, измените вот это. Или не выходит. Или эпизод не будет выходить. Вот. Но в итоге... А в итоге оказалось так, что надо вырезать все и менять все. И, в общем, стало бессмысленно. Поэтому можно не показывать. Можно не показывать вообще в целом, в общем. Кто звонил? Иногда звонил сам Эрнст. Но это было крайне редко. Но чаще всего звонили какие-то люди, которые уже исполняли продюсерские указания. Смотри, вы как люди, которым звонил Константин Эрнст. Потому что мне он никогда не звонил. Сейчас иногда можно услышать такое мнение, что Константину Эрнсту очень не нравится то, что происходит на телевидении. Ему очень не нравится эта пропаганда. И он как-то пытается ей сопротивляться. И вообще он хороший, приличный человек. Как вы считаете, насколько он сам может сопротивляться тому, что происходит? Насколько он вообще свободный в своих решениях? И действительно ли он такой хороший, как некоторые о нем говорят? Ну, слушай, начнем с того, что мы все свободны делать в том числе все те гадости, которые делаются в нашей стране. Это как бы никто никого не заставляет. Все все выбирают. В этом главная проблема. Я бы сказал, что это всегда очень сложно сказать, что там на самом деле. Мы же не присутствовали в той самой комнате, где что-то обсуждается или решается и так далее. Опять же, в тот период времени казалось, что была какая-то попытка показать что-то другое и рассказать что-то другое. Но потом стало явно понятно, что на самом деле эти возможности, они имеют свои пределы и они ограничены. Все равно всегда было напряжение, что если мы что-то не покажем, то Россия покажет, и тогда, возможно, потеряется какая-то политическая власть и воля. Поэтому я думаю, что, безусловно, зависимость большая, а какая она всегда сложно измерить, так как мы никогда не присутствовали при дальнейших всех обсуждениях. Очевидно, что Эрнст лично встречался с президентом. Да, что было в содержании этих обсуждений, сложно сказать. Ну подожди, то есть ты хочешь сказать, чтобы президент говорил Эрнсту, что просто убрать вот это творчество Либерманов, чтобы его духу не было на Первом канале? Я подозреваю, что президент не знал ничего про Либерманов и чье там творчество. Но я думаю, что в той или иной степени могло быть, знаешь, может быть на уровне того, что вот этого человека нельзя больше показывать. Какая-нибудь такая хрень. Они же все любят чувствовать власть свою о том, что можно, что нельзя делать в стране. Какое имя нельзя произносить, какого человека нельзя показывать. Имя которого нельзя произносить. Это все такое вот больше шаманизм, нежели чем какое-то рациональное действие. И в этом плане у них есть символы, и эти символы, безусловно, они стараются все контролировать. Сейчас, по словам президент, мы имеем в виду Медведева или уже Путина? Была ли какая-нибудь разница на самом деле? Но когда нас закрывали, уже был Путин президент. Уже был Путин, когда нас закрывали. Когда мы только начинали делать шоу, президентом был Медведев, когда коллективный Медведев, когда нас закрывали, был уже коллективный Путин. Можете ли вы сегодня представить, что подобную программу будут показывать на российском ТВ или, например, на американском? На американском запросто, на российском, если сегодня произойдет резкая революция, всю власть снимут, то к концу вечера, может быть, начнут что-нибудь подобное показывать. Просто сегодня еще есть такая вещь, что, ну, по крайней мере, есть надежда, ощущение, что уважающие себя люди больше не создают контент на российский телевизор. А все-таки для того, чтобы получилось что-то качество, нужно, чтобы талантливые люди этим занимались. А талантливые здесь все разъехали. Да, есть такое впечатление, по крайней мере. Ну, или, по крайней мере, на пути туда. А тогда оставшиеся новые талантливые еще, как бы, их никто никуда не допускает. Но, с другой стороны, здесь же есть такая штука, что понятно, что они просто сейчас искажают правду и рассказывают что-то совершенно не относящееся к реальности, но это можно рассказывать в виде мультика. У них просто нет достаточно, как бы, сил делать, компетенции делать такие мультики. Вообще, крайне некомпетентное правительство во всех аспектах. Мы это видим в том, как они делают все, что угодно. Каждое действие безумно некомпетентное. Они всем рассказывают, что они-то как раз хорошие управленцы. А в итоге видно, что они самые главные некомпетентные управленцы во всей стране. Мы видим невероятный успех российской пропаганды. То есть мы видим того же, не знаю, Соловьева, все эти ток-шоу безумные, которые смогли зазомбировать миллионы людей, которые смогли этих людей убедить, что нужно начать войну, и многие люди эту войну сейчас поддерживают. То есть это ли не талант с точки зрения пропаганды? Почему это можно назвать талантом? Как бы запугать может быдло во дворе. Как бы много ума не надо, чтобы запугать. И таланта тоже много не надо. Более того, что когда ты существуешь в конкурентной среде, то ты быстро понимаешь, ты талантливый или неталантливый. Потому что есть другие талантливые люди, которые тебя, безусловно, побеждают и предоставят какой-то более качественный продукт. И этот качественный продукт в итоге будет смотреть больше людей. А как только конкуренция, она вся заканчивается на пробитых головах в подъездах, то понятно, что на безрыбье и безмозглый и талантливый. Вот. Поэтому, конечно, если ты все контролируешь, весь контент контролируешь, то очень можно долго себя считать, что у тебя все хорошо с талантами. Ну, как получилось с, соответственно, российской армией, которой все, даже в целом западные аналитики считали, что она вот очень мощная же. Ну, там наверняка же есть какая-то сила. А потом оказалось, что это очень сильно преувеличено. Как только есть какая-то небольшая конкуренция, то сразу же видно, насколько это талантливо или неталантливо. И то же самое с контентом и с телеком. Когда все остальное убрали, то понятно, что в итоге есть большая вероятность, что люди будут смотреть то, что осталось. Но это не значит, что это делали талантливые люди. Причем то, что осталось, может быть, еще осталось с тех времен, когда там все еще работали талантливые люди, лет 10 назад. И все еще держат. Инерция, она такая штука. Как бы камеру построили, поставили, снимает. Это в бизнесе есть такой известный термин, что компания умирает столько же лет, сколько вот она росла до своего пика. Потому что есть определенная инерция. Есть некоторые вещи, которые были построены, безусловно. Талантливые люди, а сколько лет это будет умирать, это очень сложно сказать. Насколько ты сегодня свободен в США, если ты, например, займешься чем-то подобным, или захочешь как-то выступить, или сделаешь какое-то шоу, какие у тебя будут рамки? То есть по России ты говоришь, что у нас были фамилии, все понимают, что нельзя говорить. Были какие-то двойные сплошные, как некоторые журналисты говорят. Какие двойные сплошные есть в США, и насколько в плане свободы слова США свободная сегодня страна? Можно говорить о двойных сплошных в виде каких-то культурных контекстов, культурно-социальных контекстов? То есть, например, Apple против сексуального контента у себя на платформе. И поэтому все создатели приложений вырезают этот контент. Вплоть до больших приложений, вроде Инстаграма, Фейсбука и так далее, подчиняются этому и вырезают. Насколько это про свободу слова, сложно сказать. Есть люди, которые пытаются выступать и быть активистами, что нет, что нельзя вырезать такие фотографии из Инстаграма. Но насколько это относится к свободе слова, очень сложно сказать. Есть такое наблюдение, что сейчас некоторые высказывания могут тебе привести к тому, что тебя отрежут от средств существования за канцеля, так называемые и так далее. Но наше наблюдение в том, что чаще всего люди, у которых очень конситетная позиция, они продолжают говорить все, что то же самое они говорили. Например, все говорят, как могло так произойти, Трамп, не Трамп. Сложность с Трампом заключалась как раз в том, и заключается как раз в том, что он очень консистентно плохой человек. И когда ты консистентно плохой человек, то тебя очень сложно заканцелить за то, что ты плохой человек. То есть если ты притворяешься чем-то другим, а потом оказывается, что ты выскажешь какое-то противоположное мнение, то тут тебя легко с точки зрения медиа атаковать. Но есть примеры людей, которые говорят точно такие же фразы и делают такие же действия, но, будучи консистентными, они продолжают это делать или говорить. До тех пор, пока они не нарушают федеральный закон или закон штата. Окей. Поговорим про построение бизнеса в России и в Америке. Как вы считаете, почему успех пришел к вам именно в Кремниевой долине? Знаешь, есть тут несколько моментов. В целом у нас несколько раз приходил успех в России, но просто быстрее приходило потом разрушение. Как раз вот эта нестабильная обстановка, она, безусловно, дает какое-то ощущение, что ты быстро можешь достичь успеха. Но, с другой стороны, вероятность того, что твой бизнес будет уничтожен в течение четырех лет, она достаточно большая. То есть кризисы происходят постоянно, есть большая угроза того, что просто твой бизнес отнимут или попытаются отнять, при этом разрушив его и так далее. И как только ты включаешь этот фактор, ты понимаешь, что долгосрочно быть успешным... Ну, можно? Мы видим примеры. Ты когда-то поступил со совестью и вступил в сговоры с теми людьми, которые своей некомпетентностью довели страну до того состояния, в котором у нас сейчас есть. Даже какие-нибудь примеры, которые в то время, когда мы строили бизнес, были такими вот... Вот молодой человек построил большой бизнес, вроде... Максим Ноготков построил связной, Дуров построил ВКонтакт. Как бы... Где все эти люди, где все эти бизнесы? Как бы... Их нет. Они либо... Ну, как бы, либо их нет, либо они не принадлежат тем людям, которые их создали, а те люди, которые их создали, лишились всего или частично уехали и создали что-то другое, гораздо более успешное за пределами России. Вот, поэтому вот, ну, безусловно, данная часть бизнеса, скажем так, экосистемы, если так можно назвать, в России очень сильно влияет. И с этой точки зрения, если ты имеешь талант, то вне России сильно проще... Проще реализоваться. А реализоваться и сильно проще достичь успеха, просто потому что экосистема здесь, если ты талантливый, и если ты способен выдержать конкуренцию, она вся за тебя, и очень легко прийти к успеху. К тому же долгосрочность приводит к тому, что твои оценки сильно растут, потому что люди ожидают, что ты не исчезнешь через 4 года, а будешь еще вот так же 40 лет, а, соответственно, значит, можно дать тебе оценку в 30 раз больше. Дальше ты сравниваешь успешность того, что это даст. Ну, то есть сравнение простое. У нас есть знакомые, у которых бизнес в России еще до войны, им его предлагали купить за полторы годовые прибыли. Здесь такое себе сложно себе представить. Есть у тебя и прибыльный бизнес, но ты его сможешь продать за 10-20 лет, этих прибылей. Ну, и это то же самое, что обычно называют тем, что здесь капитал сильно дешевле, а, соответственно, если капитал сильно дешевле, то твой талант сильно дороже, потому что твой талант в итоге получает большую долю от того, что получается. От маржинальности, условно, от добавочной стоимости того продукта, который ты создаешь. Можно узнать ваше мнение по поводу отжатия у Яндекса главной страницы, вот этой вот последней чудо сделки с ВКонтакте, если вообще за этим следили. Естественно, в меньшей степени, но для нас это все уже было закономерно 12 лет назад. Вы же про это только что говорили 5-10 минут назад. Это же почти то же самое. Это сделка с дьяволом. Если есть люди, которые что-то создали, талантливо создали, но потом, когда к ним пришел дьявол, начал предлагать сделку, они пошли на эту сделку, то это неминуемо приводит к тому же самому результату. Для нас, на самом деле, независимо из того, что Яндекс для многих людей, который оставался в России, был такой вот гордостью того, что вот создали, и вот лучшие инженеры, и производят очень качественные, классные продукты, но для нас они уже достаточно давно пошли на сделку, соответственно, со злом. Еще тогда, когда был использован государственный рычаг, чтобы не позволить Гуглу купить бегун, и, соответственно, чтобы не позволить западной компании заполучить долю рынка, еще тогда это уже пошло в ту сторону, которая для нас закономерно ведет в точку, в которой Яндекс оказался. У Яндекса есть будущее? Значит, это интересный момент. Для того, чтобы было будущее, нужно быть готовыми конкурировать. И в какой-то момент, еще 15 лет назад, 20 лет назад, у них было желание конкурировать, у них было мнение, что они создают что-то такое уникальное и сильное, что они могут конкурировать в мире, не только на национальном рынке, в котором есть, соответственно, всякого рода госречаг, а в мире. Но мне кажется, что когда так и не получилось конкурировать, они от этого отошли и начали все-таки концентрироваться на национальном рынке. А когда ты это делаешь, то твои мускулы, она как бы атрофируется с возможностью конкурировать. Поэтому, может быть, и нет. Ну, то есть, понятное дело, то, что бренд-то, скорее всего, каким-то образом останется. Есть ли будущее у Yahoo? Да. Как бы, я знаю, может быть, для... Все еще 8 миллиардов ревеню, на самом деле. Не такой, вроде бы, кажется, полный фейл, но 8 миллиардов ревеню есть, хотя, вроде бы, уже больше никто не пользуется. Но нам все еще приходят имейлы с yahoo.com, но в основном в более взрослой демографии. Слушай, смотри, вот интересный момент ты затронул. Ты говоришь то, что тому же Яндекс, ну, вообще, хорошо бы там как-то с кем-то конкурировать. Но если мы глобально посмотрим на мир, мы увидим, да, что, например, когда ТикТок пришел на американский рынок, его очень быстро, так же, как Яндекс, там, фактически отжали на американском рынке. Ну, сказали, либо мы вас заблокируем, либо давайте продавайтесь и будете играть там по нашим правилам. Потому что американцы увидели угрозу со стороны Китая, когда они начали захватывать там довольно большую аудиторию. И сегодня мы видим довольно автономный американский рынок, там, крупных соцсетей, есть несколько, но, по сути, они там варятся в собственном соку, играют по одним и тем же правилам. Есть абсолютно обособленный китайский рынок, куда, опять же, там, не пускают американцев, и там китайские компании варятся в своем соку. Ну, есть вот, наверное, третий рынок, это вот российский, где тоже происходит какая-то своя, вот этот свой между собойчик. И вот эти вот три рынка, мне они кажутся абсолютно вот обособленными. И никто друг другу не конкурирует. По очереди. Во-первых, рынков больше. Есть еще Индия, есть еще разные другие рынки, и африканский рынок безумно быстро растет. Во-вторых, я, во-вторых, надо на историю смотреть немножко по-другому. Все-таки ТикТок — это не китайская компания, это американская компания, купленная китайским конгломератом. Это Мюзикли, у которой было под 200 миллионов пользователей на момент, когда их покупали. Да, все изображают такой, знаешь, быстрый рост их в Штатах. В ТикТоке такой, ох, быстро, нет, это все люди, которые как бы уже пользуются Мюзикли много лет. И после чего у китайцев не получилось сделать продукт, который мог бы выйти и конкурировать на рынке, и они купили местный продукт Мюзикли. И дальше они прекрасно себе развивались до тех пор, пока они на самом деле сами не начали вести себя неприятно. Вообще весь китайский рынок в целом, который не пускает никакой конкуренции в себя, блокирует все, что хочет и так далее. Надо сказать, что при этом еще вся эта история по поводу того, чтобы отжать и заставить продать, она так и не случилась. Удивительно, все ожидали, жали и не заставили. Все ожидали, что заставят продать, но это так и не случилось. не заставили ТикТок работать на американском рынке. Не то, чтобы мы защищаем национальное государство. В текущем моменте все больше и больше, к сожалению, мы должны признать и обратить внимание на то, что во всем мире вот этот национальный окрас начинает быть все более и более ярким, к сожалению. Мы немного уходим от мысли о том, что весь мир единый, глобализация и так далее, к тому, что сейчас все больше и больше национальных конфликтов возникает и всем хочется все делать у себя. Но все-таки, когда мы говорим про конкуренцию, то даже если представить, что американские компании имеют защиту местную, что никто не позволяет сюда войти и так далее, хотя это не так, но точно есть законы, которые препятствуют простому входу на рынок, но эти же компании при этом имеют опыт конкуренции на других рынках и имеют опыт того, что эти продукты становились популярными за пределами Соединенных Штатов, в Европе, в Азии и так далее. И из-за этого создается все-таки опыт уметь быть конкурентным, то есть ты не можешь просто застывать. И сам пример ТикТока, например, для всех компаний здесь был тем примером того, что, блин, мы не можем просто как бы наслаждаться тем, что у нас есть, нам нужно стараться и делать что-то большее. Поэтому все равно в любом случае местные компании множество раз доказали, что они могут конкурировать на внешних рынках и достаточно успешно это делать. Опять же, не только местные компании, европейские компании тоже. Там, не знаю, Spotify, Ikea, ну, в общем, да, там Zenly. Zenly. Понятно, просто что этому нужен такой вот опыт, и ты, как бы для того, чтобы продолжать отдавать отчет, ты талантливый, и твой продукт самый классный, или просто чиновник какой-то позволил твоему продукту не быть единственным на рынке. Раз мы заговорили про регуляцию государства и про чиновников, почему американское правительство, Минфин не разрешило Фейсбуку, Сукербергу запустить свою криптовалюту, и почему то же самое они не разрешили сделать Павлу Дурову, насколько это правильно, насколько это справедливо? В целом, было такое ощущение, что они не разрешили это делать, потому что иначе пришлось бы всем остальным разрешить. Вот, и это было практически одновременно с тем, когда как раз Дуров тоже запускал свою валюту. То есть, было бы так, есть два легитимных больших игрока, которые реально могли бы это сделать, у них все бы получилось, и все было бы чисто, не было никакого скама и так далее, но поскольку вокруг большое количество не очень однозначных похожих проектов, и они все, очень многие из них на самом деле довольно нелегитимные, и вообще изгибают рамки закона во все стороны, как только хотят, то скорее всего это было, если мы разрешим этим двум, то всем остальным придется тоже разрешать, поэтому мы не можем разрешать этим двум, поэтому надо все это закрывать сразу. И потом, чтобы они все сами доказывали медленно, доказывали свое право на существование. Но с другой стороны, в целом, с криптовалютами есть большая сложность в том, что ставят под вопрос существующее законодательство и насколько оно подходит. То есть, было существующее законодательство, которое определяло то, что является секьюритис, а что является валютой, а что является коммодитис. И в прошлом мире до криптовалют это определение работало достаточно хорошо и помогало защищать обычных вкладчиков. Потому что все законодательство в основном существует для того, чтобы защитить так называемый ритейл вкладчиков, ритейл инвесторов. Обычных вкладчиков. Людей, не профессионально занимающихся инвестициями, не обладающих большим капиталом и так далее. Вот те, кто профессионально занимаются инвестициями, те, кто подписали кучу бумаг, все все изучили и у них много денег, их никто не защищает условно говоря, точно так же сильно, как защищают ритейл инвесторов. А в криптовалютах просто вышло очень много примеров токенов, которые на самом деле абсолютно пахнут и выглядят как ценные бумаги, но притворялись к тому, что они не ценные бумаги. Это какая-то вторая волна волков с Уолл-Стрит. И поэтому в целом регуляторы встали в позицию того, что мы запретим все. И они в целом запретили все. То есть на самом деле не только Facebook и Eton, практически все криптовалюты, от которых хоть какое-то имели представительство в Штатах, они получили иски от регуляторов. Поэтому это в целом по поводу криптовалюты. А дальше можно уже строить разные теории. Как национальные государства стараются не допустить глобализацию валют и так далее. Штат, скорее всего, тоже имеет свое... Мы не можем не признавать, что это точно в их интересах. В интервью New Yorker вы назвали основной проблемой финансового дисбаланса то, как мы измеряем богатство. Расскажите, что с этим не так и как надо делать правильно. Как надо делать правильно, наверное, не знает никто, покажет только время. Мы предлагаем какой-то вариант из того, как возможно было бы правильно. Основная проблема, которую мы обозначаем, это то, что за последние 30 лет сложилась ситуация, которая включает регуляции, практики и... Рыночную конъюнктуру. Которая привела к тому, что богатство стало очень сильно перетекать от молодых поколений к старшим поколениям. И это не от молодых людей к старшим людям, а именно что, от людей, родившихся в это десятилетие к людям, родившись в то десятилетие и так далее. Это начало приводить к очень сложным последствиям, потому что если молодые люди крайне ограничены в капитале, то они не создают новые бизнесы, меньше рискуют и так далее. То есть экономика затормаживается, а если существовал механизм, который от них оттягивал богатство, и он все еще там, этот механизм, все еще существует, а они меньше всего создают, экономика сокращается, значит, у них еще больше оттянут, и это все как бы приводит к еще большему разрыву. И это привело к многим последствиям, но привело к последствиям того, что, например, в Америке очень сильно вырос студенческий долг. Для русской аудитории это может быть не столь известный феномен, но здесь это прямо очень большая проблема. Больше двух триллионов долга скопилось у молодых людей. В Европе это... Подожди, надо в сравнении давать. Больше двух триллионов скопилось, при том, что до какого-нибудь 2008 года эта цифра не превышала 200 миллиардов. Ну, то есть значительно выросла за последние 20 лет. Вот. В Европе это выглядит как очень высокой безработице среди молодых людей. В некоторых существенных европейских странах вроде Франции, Италии, Испании она доходит до 25-30% среди молодых людей. высокообразованных молодых людей. Ну, и даже людей с высшим образованием, молодых людей с высшим образованием и так далее. Очень стала все менее-менее доступна недвижимость. Это видно через то, что 30-летние люди сильно меньше могут позволить себе купить недвижимость по сравнению с тем, как это было в предыдущих поколениях. С такими же 30-летними 20-30 лет назад. И так далее. И в этом плане мы как раз видим, что либо это приведет к тому, к тяжелым конфликтам внутри общества, когда молодые люди начнут все больше и больше протестовать по поводу своего положения, либо необходимо придумать какой-то рыночный инструмент, который позволил бы ребалансировать систему в более естественном направлении. И мы для этого увидели как очень интересным решением как раз переопределить, что такое богатство. Потому что если мы возьмем очень простой пример, возьмем как у богатого человека, например, Джефф Бейзос, создатель Амазон, он один из богатейших людей мира, у него богатство 150 миллиардов долларов. Большая очень сумма, 150 миллиардов долларов, но что это значит? У него же нет этих денег в виде кэша на счету. Это богатство в акциях, в основном в акциях компании Амазон. А если мы посмотрим на компанию Амазон, то она стоит... Что есть у компании Амазон? Она стоит сейчас 1,5 триллиона долларов. Тоже, если мы на нее посмотрим, то мы увидим, что на ее счетах нету 1,5 триллиона долларов, у нее нету таких assets, активов на компании и так далее. Это оценка будущего, того, что может произойти с этой компанией, положительных, неотрицательных сценариев и чего-то среднего между всеми этими сценариями. Но когда твое богатство считается или когда наше богатство считалось, то считается только то, что ты уже накопил. Вот сколько у тебя сейчас на счету, есть ли у тебя квартира, есть ли у тебя какое-то накопленное богатство. Хотя для молодых людей, в отличие от уже пожилых, для молодых людей их основное богатство в их будущем труде. То же самое, что для Амазона основное богатство не то, какие активы Амазон держит, а в том, какое будущее потенциальное у Амазона. Соответственно, мы поняли, что если переизобрести, если внести это в определение богатства и дать возможность людям получить доступ к этому богатству и их будущему, тогда можно будет ребалансировать всю систему в сторону того, что у молодых людей резко окажется капитал сильно более доступным. мы сделали с собой эксперимент два года назад. Два года назад, да, мы сделали эксперимент, мы предложили инвесторам инвестировать не в нашу следующую компанию, а инвестировать во все, что мы создадим в следующие 30 лет. Неважно, сколько это будет компаний, будет ли это одна компания либо 10 компаний и получили оценку сначала в 200 миллионов долларов, потом в 400 миллионов долларов, что значительно превосходит наш накопленный капитал. Но с точки зрения проекции и различных сценариев, это так оценка, которой пришли инвесторы. Именно то, что мы хотим показать, что когда твой потенциал в будущем, если дать тебе возможность сделать транзакцию со своим будущим, сделать обмен со своим будущим, что твое будущее даст тебе капитал сейчас за то, что ты можешь приумножить богатство этого будущего, то тогда есть гигантский потенциал ребалансировать, полностью решить проблему с финансированием образования, полностью решить проблему с тем, что сложно начать свой бизнес и так далее. То есть я правильно понял, что вы предлагаете, чтобы инвесторы, банки, да кто угодно, он оценивал потенциал индивидуального человека, как сегодня оценивают потенциал компании? Это не обязательно может быть оценка индивидуальной, это может быть оценка, например, все студенты Стэнфорд до 2022 года. На самом деле статистически можно себе представить, что кто-то из них будет получать очень большое богатство, кто-то получит меньше, кто-то будет не очень успешен, но на момент сейчас можно достаточно уверенно базируясь на исторических данных, достаточно уверенно сказать, как это будущее будет выглядеть. Дав такую оценку, можно, соответственно, инвестировать во всех молодых людей и дать им возможность прийти к более успешному своему будущему. На самом деле мы не первые, кто с этим экспериментирует. Есть очень интересные эксперименты, когда один из фондов инвестировал в 70 студентов-атлетов в Соединенных Штатах. Каждый из них этот фонд оценил в 10 миллионов долларов их потенциал будущего. Просто flat rate. И предложил им купить 5-10 процентов их будущего финансового дохода. И, соответственно, за пол-тира миллион долларов. И 70 студентов согласились. Три-четыре года спустя была некоторая кривая, есть некоторая кривая, когда самому успешному из них уже предложили контракт на 350 миллионов долларов в высшей лиге в спортивной команде в США. И эта кривая вниз спускается до тех студентов, которые в итоге не получили никакой карьеры в спорте и просто условно пошли работать на обычную работу, закончив колледж. Но для самого хедж-фонда эта инвестиция оказалась абсолютно оправданной. А для студентов есть интервью вот, например, этого студента, который 350 миллионов контракт получил. Для него отдать вот эти 10%, то есть 35 миллионов из этих 350 контрактов, он говорит, это было лучшее решение в моей жизни, потому что на самом деле я получил этот самый миллион, который позволил не закончить нормальный колледж, не впасть в никакие проблемы, поддержать семью и так далее. Я думал, он жадничать начнет в конце, отдавая 35 миллионов, то есть он счастлив еще. Интересно, что кто-то из этих студентов решил пожадничать, не самый успешный, и пошел в суд, в смысле хедж-фонды, он пошли в суд, и суд сказал, что смотри, как бы есть много других, кто согласились на тот же самый контракт, у них все нормально, у них даже лучше, чем у тебя, они все счастливы, что так происходит. Текст контракта очевиден, и непонятно, почему ты хочешь его оспорить, и почему ты заявляешь, что тебя обманули. На самом деле, так все это работает, что в целом большинство финансовых рынков очень сильно экспоненциальные, то есть аутлайеры обычно имеют доход сопоставимый со всеми остальными, кто участвует на рынке, поэтому на самом деле за счет того, что эти аутлайеры существуют, средняя оценка сильно выше, чем люди могли бы даже ожидать, просто потому, что если эту сумму разделить на всех на данном этапе, то получается достаточно большая сумма. Поэтому студенты, которые вроде бы еще ничего не зарабатывают, да, они атлеты, но когда ты студент и атлет, ты не получаешь никакого дохода, но все они были оценены в среднем в 10 миллионов, потому что как раз возможность того, что ты попадешь в этого аутлайера, дает сильный потенциал финансового финансового прибыли. Дальше вопрос в том, что если условно засеивать капитал в гораздо большее количество людей, давая больше возможностей и больше потенциала большему объему молодых людей, то с большой вероятностью рынок вырастет и станет как бы общее богатство страны вырастет, общее богатство планеты вырастет. Это видно на венчурных инвестициях, что с ростом количества венчурных инвестиций не сокращается понемножку, а наоборот весь рынок только увеличивается и увеличивается. То есть, если условно 10 лет назад на 100 компаний, одна миллиардная компания проходилась на 100 компаний, получивших инвестиции от фондов венчурных, то сейчас это 2%. То есть, от их объема резко увеличился объем и количество, от их объема на самом деле рынок только увеличился, потому что появляется множество инвестиций, рынок оптимизируется, новые продукты позволяют другим людям создавать другие продукты, которые до этого были невозможны и так далее, и так далее. То есть, на самом деле весь вопрос только в том, каким образом убедить, гарантировать, построить механизм между, взаимодействия между молодыми людьми и инвесторами, и обладателями капитала, кто сегодня в основном это люди старше 50-ти условно, какой контракт между ними должен быть создан, чтобы обе стороны считали, что это выгодное взаимодействие, оно не будет оспорено, или если даже будет оспорено, то на самом деле всем понятно, какой будет исход, он будет как бы честным относительно всех сторон, если никто не нарушил условия договора. И что это безопасно для обоих сторон? Потому что очень большой вопрос, здесь есть много даже таких антиутопических книг по этому поводу и так далее. Самая важная здесь тема, чтобы данная сделка никак не влияла на твою способность решать, что ты делаешь в жизни. Что это исключительно только финансовый интерес, а соответственно никто не может повлиять на то, что ты можешь делать, что ты не можешь делать и так далее. Что инвесторы не имеют на этого никакого права. Они имеют только право на то, что если вдруг так случилось, случайно, не случайно, статистически так случилось, что ты очень успешный, что ты поделишься с ними этой долей финансового результата. Расскажите о своих успехах. Сколько процентов своего будущего вы продали и по какой оценке в итоге? В итоге последняя оценка была 400 миллионов. Мы продали на данный момент порядка 3%. И за это время то есть мы создали вот эту компанию, которая представляет себя 30 лет нашего будущего. И за последний год эта компания создала активов на 180 миллионов долларов, заработала чистой прибыли 14 миллионов долларов. То есть инвесторы в целом очень довольны. Да, инвесторы довольны, чтобы купили ваше будущее. Да, то есть первые инвесторы вообще купили по 200 миллионов оценки, а сейчас уже активов у этой компании на сумму, на которую они купили. Все очень довольны. Но для нас основной как раз момент в том, как это сделать доступным большему количеству людей. Как сделать это масштабируем. Да, как сделать так, чтобы не только нам это было доступно или не только таким, как мы это были доступны, а как это сделать так, чтобы... Это было доступно буквально всем. И для этого как раз самая большая роль здесь именно образование инвесторов, а также примеры хорошие. То есть для нас было очень важно, чтобы инвесторы, которые в нас инвестировали, заработали на этом. Потому что, заработав на этом, они получат этот опыт и будут более счастливы инвестировать в других людей. На таких же условиях. других молодых людей так же. И это какая-то наша сейчас большая миссия в том, чтобы сделать этот механизм нормой. Вы говорили о том, что пенсионные фонды в Америке, будучи самыми богатыми организациями в стране, там, сколько, 40 триллионов долларов, они вредят обществу. Каким образом? Они вот привели к этому дисбалансу. То есть любой дисбаланс это проблема. На самом деле они были инструментом, благодаря которому с 60-х по 90-е года был очень большой рост. То есть оказалось очень много капитала. И большое количество людей, которые до того не имели богатства, обогатились. То есть сначала они были на самом деле очень позитивным инструментом. Вопрос в том, что как только они переросли до 51% всех equity, всех акций, то есть если ты возьмешь любую компанию, Coca-Cola, Google, Facebook, в большинстве своем они принадлежат пенсионным фондам сейчас. И вот как только они пришли в это состояние, то дальше получилось... В игру вошла политическая сила. Да, что получилось, что у тебя есть сила, у которых не только финансовый капитал мажоритарный на рынке, но еще и достаточно сильная политическая сила. А почему политическая сила? Потому что естественным же образом медианный возраст голосующих людей приблизился к 50 годам. То есть люди старше 50 в целом более-менее решают все в стране, потому что они большинство. Поэтому видим, что там большинство политиков во многих странах за 60 лет. За 70 лет. И это никак не представляет среднюю популяцию. Средняя популяция 35 лет, а политики не представляют эту среднюю популяцию. Исключительно, потому что люди до 18-ти нигде ни в одной стране не голосуют. И поэтому получается так, что у тебя есть невероятный финансовый капитал, который может соответственно диктовать рынку, как себя нужно вести. И одновременно и гигантская политическая сила. И когда это в одних руках, то это всегда приводит к проблемам, потому что понятно, что дальше эти стороны начинают лоббировать какие-то свои интересы. И зачастую нереалистичные. И зачастую не в счет того, что это приведет к росту рынка, а в счет того, что просто давайте мы заберем эту часть себе. И это выражается... Меньшинство, а меньшинство это просто молодые люди в данном случае. И это выражается очень по-разному в разных странах. В некоторых странах это выражается с того, что давайте вернем Советский Союз, нам очень хочется, как было раньше. А в других странах это выражается как то, что большая безработица. А в Штатах это выражается так, что очень... Много долгов для молодых людей. Да. И они не могут себе ничего позволить. И это неестественный процесс. Мы просто наблюдаем законы, которые принимаются, которые принимались за последние 30 лет, которые появляются в ситуации и так далее. Тебе как политику достаточно просто обещать своему 50-плюс электорату что-то, что может быть даже экономически невыгодно и нереалистично для всей страны, но зато тебя выберут. Окей. Сейчас мир стоит на пороге каких-то очень непонятных событий. Вот вы рассуждаете про будущее, про какие-то более справедливые финансовые модели, про финансовое равенство. Это все так очень клево, замечательно. Но вы сидите в Калифорнии вот с этой вот стабильностью, где у тебя могут покупать компанию по оценке 30 лет вперед. Да, но сегодня мы видим насколько мир хрупок и что вот есть конфликт, с которого, казалось бы, там нету выхода, да, и сейчас все чаще говорят о применении того же там ядерного оружия, которое ставит еще под угрозу все вот наши сейчас разговоры, которые мы последний час вели. Что с этим делать? Знаешь, для нас это одна и та же проблема. Мы, может быть, опять же, может быть, нам легко это говорить, потому что мы существуем в безопасности. И вдалеке. Стоп, а вы думаете, что вы в безопасности там существуете? Да, для внешнего человека мы можем казаться в безопасности. Я это имел в виду. Вот, но мы видим эту проблему таким же образом. То есть, есть поколение, которое сконцентрировало очень много... Несколько поколений. Ну, хотя поколение есть бумеров. Бумеров и Silence Generation, да? Что есть несколько поколений, которые сконцентрировали очень много политической и финансовой силы. И для этого поколения в целом не очень важно, что будет с Землей через 50 лет. Их через 20-30 уже не будет. Это скорее для нас важно и тем более для более молодых поколений важно. И когда ты существуешь в этом парадигме, то ты начинаешь делать действия, которые для нас могут оказаться безумными. В данном смысле, как можно их делать, как их можно осуществлять, учитывая то, что будет из-за этого с планетой через 20-30 лет. Но, но, к сожалению, это де-факто так происходит, что политическая сила оказалась в руках людей, которым это не важно. Причем эти люди для себя это более-менее оправдывают тем, что, подождите, так было всегда, ничего не изменилось, поэтому как бы перестаньте нагнетать. Но так не было всегда. Ну, популяция не была такой, ну... Такой большой. Разрыва не было такого большого. Причем этот разрыв идет четко по этим поколенческим когортам. И, на самом деле, если копаться глубже, то понятно, почему и откуда он возникает. И все это абсолютно политическая, экономическая власть этой группы. Даже если смотреть на, например, на военный конфликт, то мы даже видим там отражение этого. Мы смотрим на Украину, у которой в средний возраст правительства сколько там было? 45 лет. Между 40 и 45 годами. И мы смотрим на Россию, у которой в средний возраст 70 плюс лет. И понятно, что... Это и есть зона этого конфликта. Мы подросли, нам уже 40, там, 35-40. Мы уже понимаем, что мы могли бы вообще-то всем этим управлять даже лучше, чем те, кто были до нас. Мы умнее, мы лучше понимаем в технологиях, мы образованнее, мы все это. И, тем не менее, у нас возникает вопрос того, что вся власть и все деньги у них, и они их отпускать не собираются до самой смерти и готовы унести с собой планету. Вот. Поэтому, с одной стороны, понятно, что нам всем придется разбираться тактически с проблемой, которая сейчас существует. И я думаю, что мы все по чуть-чуть делаем свой вклад в том, чтобы постараться решить текущую проблему. Но мы считаем, что текущая проблема это только отражение того, что может прийти, если не решить фундаментальную проблему в том, что у молодых людей должно быть больше ресурса. Если у молодых людей будет больше ресурса, то долгосрочного взгляда на планету, на то, что надо заботиться о том, что будет через 50 лет, будет сильно больше в мире и политической боли и силы на то, чтобы заботиться о будущем будет также сильно больше, если у молодых людей будет больше ресурса. И казалось бы, что вот эта мнимая хрупкость, на самом деле мир как раз показал, что нету никакой хрупкости. Хоть это и было с большущей задержкой, но, тем не менее, практически весь мир быстро разобрался в конфликте и понял, что происходит и поддержал Украину. И мы видим, что с большущей вероятностью Украина победит. И справедливость в этом месте победит. Да, мы все еще теряем очень много жизней. И ресурсов, и времени, и таланта, и всего. Но все равно мы не можем сказать, что мир совсем уж хрупкий. Мир все-таки показывает свою как раз стойкость и готовность вставать против зла. В этом плане мы как раз может быть чрезмерно позитивны. Позитивно смотрим на ситуацию. И как раз думаем, что эта проблема будет решена, будет решена в пользу добра. И нам нужно все равно продолжать думать о том, что... Но проблема, о которой мы говорим, она останется. Если ее не начать исправлять. Поэтому мы как бы смотрим чуточку долгосрочно на то, чем еще необходимо заниматься, кроме того, чтобы выиграть в этой войне. То есть, если не бояться красной кнопки, нужно, чтобы были молодые политики во власти, которые бы беспокоились о том, что будет с планетой, если эту кнопку нажать. И что будет с твоей жизнью, если эта кнопка вдруг будет нажата. А кажется, что сейчас она в руках людей, которые совершенно готовы об этом не думать. Так, ну хорошо. То есть, получается, даже по тем рассуждениям, которые вы говорите, на кнопку нажмут. На самом деле, надо сказать, уже нажимали. Ну, в смысле, это не то, чтобы какое-то невероятное событие... Демократически избранный президент США нажал парочку этих кнопок и сбросил пару таких бомб на японские города. До настоящего момента. Мы не знаем, как будет будущее. До настоящего момента все-таки ядерное оружие очень играло сдерживающую роль. Ученые, которые в итоге сделали так, что ядерное оружие распространилось больше, чем в одной стране. В одной уровне. Их идея... Может быть, они окажутся неправыми. Все еще жива. Их идея была в том, что это создаст большую защищенность в мире, нежели чем угроза. Если каждая из сторон будет знать, что она будет полностью уничтожена, стоит ей только напасть, то все будут в меньшей степени на другую нападать. И об этом тоже не стоит забывать, когда идет размышление про ядерное оружие, что пока это приводило к сдерживанию. С другой стороны... Мы можем видеть, что уровень безумия, уровень слепости и отсутствия возможности рационального мышления и видеть ситуацию, как она есть, и уровень пропаганды, лжи и всего остального, что происходит на российском телевидении и вообще в России. И мы должны тоже в том числе понять, что каждый шаг КГБшного правительства России, текущего КГБшного правительства России, это шаг по проверке, как еще сильнее довести страну до того, что все будут соучастниками, каждый будет соучастником безумного преступления. Кажется, что пока что они все еще не довели до того, чтобы все те, кто должны нажать на кнопку, те, кто должны повернуть ключик и так далее, что они все спросились это сделать, но, к сожалению, мы видим, что в действительности это все каждый еще и еще и еще шаг. Если не остановить это раньше, то в итоге это может прийти в эту точку. Дальше мы не то, чтобы прям супер негативны от того, что вообще все человечество исчезнет, если это придет в эту точку. Мы думаем, что это просто очень плохо закончится для России, сильно хуже, чем можно было бы себе представить. И человечество справится с этим, коллективное человечество. Но опять же, это все точно будет настолько плохо, насколько мы себя сейчас мало можем представить. Окей, спасибо большое. Было очень интересно. Спасибо тебе. Субтитры сделал DimaTorzok